всем здравствуйте значит напоминаю что у нас сегодня встреча на на тему сетевых протоколов в linux и в очередной раз мы возвращаемся к теме во второй раз мы возвращаемся к теме сетевого уровня взаимодействия напоминаю что на сетевом уровне у нас есть два две задачи которые мы решаем эта задача глобального и до глобальной идентификации всех абонентов нашей глобальной сети вот адресации то бишь и эта задача у нас мы ее поговорили парни и в прошлый раз что есть структура адреса которая так или иначе зависит от от той топологии реальной физической в каком месте находится ваш компьютер кто вам раздает эти адреса и сам механизм раздачи адресов потому что адресов ipv4 не так много и их надо получать и вот кто и раздает как им как 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 конкретный хост получает опять адрес это тоже некоторые задачи которые стоит решать вот но мы ее с вами не решали собственно ручно потому что она решается административно вторая же задача это та которая как раз решается программным образом и собственно как как осуществлять алгоритмизировать доставку из одного места в другое из одного с одного абонента нашего глобальности в другу другому абоненту и здесь тоже есть две задачи первая из которых это построение собственно маршрут этим мы занимались прошлый раз с помощью таблицы табличной маршрутизации мы задавали маршрут ну вернее так с помощью с помощью табличной маршрутизации задавался маршрут автоматически при настройке локальных сетей вот задавался маршрут вручную до ближайших маршрутизаторов в частности до маршрутизатора который ведет в большой интернет в общем все это мы делали с помощью команды ip road модифицировали соответствующие таблицы и в домашнем задании насколько вы помните было даже такие вот делать цепочную пересылку до чтобы значит две последовательно связанные друг с другом локальные сети и самого глубокого абонента все равно был доступ на руку и мы с вами просто вручную заполняли таблицы маршрутизации для того чтобы такое произошло а вторая задача которая проявляется на уровне как раз айпи на уровне объединения всех сред передачи данных в одну большую в одну большую глобальную сеть это обеспечение связности обеспечение связаны обеспечение связанности в свою очередь тоже разделяется на два класса задач обеспечение связанности внутри одной администрируемый лично вами единицы то есть когда у вас есть много сетей внутри которых нужно вот понастроить все вот эти таблицы вот маршрутизации которые мы с вами настраивали руками в домашнем задании конечно же хотелось бы их настраивать не руками если вы администрируете большую сеть у которой несколько сегментов то было бы неплохо сделать так чтобы в этой большой сети информация о достижимости одного одной среды передачи данных из другой передавалась просто как-то автоматически и мы сегодня этим займемся вот но вторая половинка задач обеспечения связанности это обеспечение связанности на уровне уже целиком интернета когда есть какие-то области администрируемые людьми ну там конкретной организации эти области имеют доступ друг для друга а нужно сделать так чтобы из любого места в любое место была возможность передать пакет не только чисто теоретическое алгоритмическая возможность но и реально проверенный вот что вот отсюда вы действительно можете передать пакет вот сюда отсюда действительно прямо сейчас вон туда а вот там вот у вас лежит адресат вот первая класс задач называется интерьер чего-то там протокол короче обеспечение отслеживания связанности и топологии сети внутри одной администрированной единицы а вторая класс задач обслуживается протоколом который называется бордер гейтвей протокол bgp биджи пи и он как раз устроен таким образом что вы ничего не знаете о ваших соседях за исключением того что они вам сообщают например с кем еще ваш сосед связан помимо вас вот значит биджи пи до бордер гейтвей протокол ну не совсем потому что пилинг это когда вы как бы подглядываете да но 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 в чем-то да в чем-то это пилинг вот просто задача у него другая задача пилинга это в первую очередь обмен информация задача такого рода сетевых протоколов это в первую очередь это ну как бы обмен информации это инструмент а задача это собственно обеспечение обеспечение связанности да вот построение возможного маршрута вот прежде чем мы с вами займемся настройкой вот такого автоматического пробрасывания машу таблиц маршрутизации между сетями маленький бонусный кусочек про то как настроить из нашей виртуал очки выход в интернет вот значит давайте сделаем сразу сделаем сразу вот такую геометрию у нас будет вода хост бы с выгодом в интернет дальше хост роутер и дальше хост клиент без этого никакая лекция не обходится так что все нормально и дальше вас клиент вот такую простейшую пологе настроим вот насчет бэйс у нас будет с выходом в интернет и с нетом напоминаю что нашего виртуалка наша виртуалка устроена таким образом что я всегда есть выход в в интернет по специфической такой схеме о которой мы будем говорить видимо еще через одну лекцию амат но в общем вот поменьше сделаем чтобы не мешало мне бэйс а значит что нужно для настройки выхода в интернет для настройки выхода в интернет нужно знать три вещи нужно знать какой айпи адрес у вас какой маршрутизатор вам обеспечивает выход в интернет и какой dns-сервер вам обеспечивает службу dns до системы доменных имен то есть преобразование айпи адресов в имена и имен в айпи адреса вот такие три штуки вам нужно настроить на вашей машине чтобы значит работал нормальный выход над мы с вами это сделаем одной командой потому что потому что нам лень это делать более чем одной командой вот потом мы посмотрим как это сделать ну что там под капотом но поскольку сегодня тема не это просто нам понадобится выход в интернет для тестирования кое-каких штук вот первое волшебное слово это вызов клиента который бы нам настроить специальный интерфейс который как мы подглядели во всех машинах наших виртуальных действительно связан с интернетом просто никогда не включен это этаж 0 мы никогда не пользовались вот можно сказать dhcp cd этаж 0 и в результате работы этой команды все три составляющих автоматически настроиться что при этом происходит подсистема самого виртулбокса который мы пользуемся в качестве виртуала имеет встроенный способ встроенный не существующий хост по адресу 10022 который работает во-первых маршрутизатором в интернет а во-вторых как раз вот этим dhcp сервером сером раздачи конфигурации если подключить сетевой интерфейс через вот такую сеть связано с этим виртуальным хостом то вы внезапно запустив клиент на этом интерфейсе получите все настройки вы получите адрес скорее всего это будет адрес 10 0 2 15 вы получите адрес маршрут по умолчанию скорее всего это будет 10 0 2 2 вот и вы получите адрес днс сервера через который разрешается днс запросы этот адрес лежит вот здесь в файле resolve.conf и он будет такой какой он у вас в вашей домашней сети например в нашей факультетской сети это домен csm.ru и ip-адрес у днс сервера 10 301 кстати мы знаем что 10 301 это все еще внутренний адрес тот который в интернете не разрешен то есть где-то преобразованиях адресов настоящий происходит еще дальше по нашему по пути исследования пакет вот вот такая одна команда нам сразу настроит выход интерн в интернет у нас заработает и днс и маршрутизация вот такие вот дела значит вот мы можем поглядеть что в течение раз два три четыре четырех хопов мы гуляем еще по какой-то внутренней сети с адресацией 10 что-то там из внутреннего диапазона и только вот здесь вот вылезаем на уровень какого-то ip-адреса у которого кстати домена имени нету вот ну вот значит маленький бонус теперь мы будем строить вот эту нашу схему из из трех компьютеров друг с другом связанных по очереди вот и разница вот этой схемы стой которую мы строили в прошлый раз будет двух вещах первое у нас будет настоящий выход в интернет вот и второе у нас будет динамическая пропагация машу таблиц маршрутизации между этими хостами с помощью специального сервера который называется бирт вот бирт это бордер интернет ротинг демон кажется бордин давайте посмотрим они все еще интереснее это за берд интернет ротинг демон это такой значит рекурсивный акроним слово бирт означает бирт интернет ротинг демон в котором слогер означает ну вот означает вот этот самый серый мы кстати я обновил обновил виртуал очки скачайте новые вот этот самый сервер мы и настроим но для начала давайте добавим парочку хостов добавляем хвост который у нас называется роутер вот этот вот этот он будет подключен к двум локальным сетям называется он роутер вот значит у него будет 10 int нет и deep нет вот и еще одна машинка которая у нас называется клиент у которой будет только deep нет вот значит такая архитектура мы все это уже делали в прошлый раз ничего совсем такого иного мы не увидим вот значит сначала роутер а потом еще и клиент вот значит давайте мы сначала просто тут настроим айпи адреса на наших машинках а потом посмотрим что делать дальше итак у нас в нашего бейза есть еще этаж один который предключен контенту ну давайте его отконфигурируем так у нас традиционно 10 20 30 до 11 24 вот на роутере соответственно нас два интерфейса которые мы сейчас тоже отконфигурируем и этаж 2 вот я удалит аж один один адрес должен быть из этой сети только не . 1 . 2 вот . 2 у этаж 2 должен быть адрес из сети 10 40 60 мы так обычно делаем 10 40 60 вот кстати надо давайте по пинга им сразу 10 20 31 убедимся что он пингается он пингается и то же самое нас на клиенте настраиваем так у него есть только один интерфейс етаж 1 и этот интерфейс етаж 1 присоединен к адресу 10 40 60 к сети к сети 10 40 60 к сети 10 40 61 тут 1 вот давайте тоже его по пинга им но мне кажется что все должно работать давайте давайте значит да естественно после такой настройки ничего вот такого работать не должно потому что сейчас на наших машинах есть только локальные записи о маршрутизацию да значит на клиенте вообще все примитивно до безумия вот как видите есть еще специальная таблица под названием local которую нам не показывают потому что там такие что ли советы от капитана очевидность сложены которые в общем-то не очень нужны давать ну например что на бронал в беке у нас есть бродкаст ну короче совет от плане очевидность хранятся в таблице под названием локов а в основной таблице main да да спасибо вот мы значит основная таблица называется main а лока вот это такая в которой очевидно информация короче вот на на этом самом у нас простейший настройка таблицы маршрутизации на клиенте на роутере я вангую что будет просто два таких две таких записи в одну локальную сеть и в другую локальную сеть а вот на базе поскольку там постарался демон dhcp cd который конфиги скачал из настройки настройки скачал то тут будет чуть более хитрая таблица как видите у нас есть два интерфейса этаж 0 этаж 1 с соответствующими локальными сетями за ним и еще по протоколу dhcp cd нам приехал приехала настройка маршрута по умолчанию вот она через некий в действительности не существующий хост 10022 он полностью виртуален так работает система виртуализации virtualbox но мы можем забыть про то что он полностью виртуален потому что это вполне себе маршрутизатор который нам что-то такое делает вот значит понятное дело что клиент не видит ни бейза ни интернета ничего такого по причине того что она не на клиенте ни на роутере нормально таблица маршрутизации не настроена в прошлый раз мы ее настраивали руками в этот раз я предлагаю настроить систему тот самый демон который называется который называется bird рассказав ему анонсировать в локальной сети некоторые маршруты уже имеющиеся и так в настройках вот вообще-то демон bird может быть использован для настройки произвольных инструментов маршрутизации внутри ваших ваших сетей вот не только не только то что мы с вами сейчас делаем вот если туда заглянуть вы можете какая-то логика фильтрации того что анонсировать а что нет может быть задано заранее да может быть значит за задано заранее просто вы берете и настраиваете конкретные прямые директ маршруты на ваших конкретных сетевых устройствах вместо того что руками говорить api road and вот можно вписать этого сюда в настройку bird вы можете сказать bird чтобы он синхронизировал содержимое уже имеющихся таблиц настройки ну можете за таблиц маршрутизации ядра например при полученных в результате api road сделанную руками api road сделанного с помощью dhcp короче говоря вот того что прямо сейчас уже лежит в этих таблицах и того что знает про это сам bird вот для того чтобы для того чтобы всосать из ядра таблицы нужно сказать импорт all но по умолчанию импорт all и так а для того чтобы все таблицы которые сам bird откуда-то получил записать в ядро нужно сказать экспорт all вот это нужно включить потому что по умолчанию bird не вмешивается в таблицы маршрутизации на конкретном устройстве он может просто их копить и дальше пересылать еще кому-то вот так что вот достаточно сказать это плюс на машине base а мы находимся на машине base у нас есть маршрут по умолчанию да это единственная машина на которой сейчас настроен маршрут по умолчанию поскольку он относится к каким-то внешним сетям мы сейчас добавим еще параметр лен вот в эту в этот в эту настройку для изучения тут написано alien roads то есть маршрутов которые напрямую в нашу сеть не входит вот так вот мы сделаем здесь здесь ничего не нужно здесь ничего не нужно и сделаем простейшую настройку протоколу протокол о SPF того самого давайте посмотрим как он как он расшифровывается open-sources parts first который протокол SPF в первую очередь предназначен не только для администрирования сложных топологий внутри одной сети которая администрировать силы но в первую очередь его придумали для того чтобы внутри этих сетей по алгоритму действия вычислять наиболее эффективную наиболее эффективный путь пакет алгоритм действия напомню это алгоритм нахождения всех кратчайших путей в ориентированном графе с учетом веса ребер дуг в случае ориентированного графа соответственно если у вас есть много сетей и много маршрутизаторов под собственным управлением может так случиться что во-первых путей возможных вариантов путей из одного места в другое будет несколько а во-вторых если неправильно все это настроить возможно будут петли пакета будут гулять по кругу так вот для того чтобы все это разрулить если информация о настройке всех этих сетей настройки всех маршрутов известно на каждом из таких узлов маршрутизирующих настраивается нечто что поддерживает протокол OSPF и в результате обмена информацией между этими узлами образуется некоторая топология которая наиболее эффективна с точки зрения во-первых собственно connectivity связанности во-вторых веса стоимости этих самых ребер которые вы можете тоже указывать всего этого мы делать не будем наша задача гораздо более простая наша задача пропихнуть сквозь две связанные друг с другом сети информацию маршрутизацию вот для этого мы настроим простейший протокол спев даже без авторизации зачем нам авторизации вот ну скажем как там у нас в лекциях это названо simple это совершенно неважно это просто название здесь мы что должны сказать здесь мы должны сказать экспорт то есть записывать в таблицу ядра все информации о маршрутах которые аккумулировала SPF напоминаю это можно не делать тогда наша машина не будет маршрутизатором но будет распространять вокруг эту информацию вот и кажется надо определить область в которой мы будем по которой мы будем разгонять вот эти маршруты да если в этой области стоит адрес 0000 это значит что возвращать куда угодно что там интерфейс на маршрутизаторе у нас два интерфейса этаж один этаж ноль оба они совершенно одинаковые можно сказать интерфейс этаж звездочка и кажется ничего да вот этого вполне достаточно мне кажется для того чтобы по всем этаж интерфейсом активным рассылать соответствующим во все них по протоколу SPF рассылать обновления таблиц маршрутизации все а нет все которые мы знаем а заодно их все еще засунуть в ядро вот это мы сделали на чем на бейсе а на бейсе нет на бейсе должна быть этаж один только не хватало нам еще в этаж ноль что-то посылать да learn этаж один вот кажется это все да это birdcon это birdcon как видите тут есть настройки еще кучу всяких других протоколов даже в bgp bird в общем то умеет вот но этом всем мы заниматься не будем потому что у нас нет двух автономных систем чтобы между ними bgp настраивать но поговорить поговорим так это чтобы что касается что касалось можно ну представляете сколько их должно быть штук минимум шесть ну в общем я не стал мы просто не успеем это сделать вот тем более что мы сейчас поговорим в конце про bgp вы поймете почему это не так важно для здесь сидящих людей если они не ушли работать в в каком нибудь абсоса вот прям вот прям совсем вот или в каком нибудь правой так значит такая же штука такая же абсолютно штука в birdcon fina том самом на роутере за исключением того что нам вообще там практически ничего экспорт ол конечно есть экспорт ол да кстати опцию перзист я бы позакомментировал потому что знаете что это такое bird остановился а таблицы остались это несколько неудобно в случае когда вы что-то отлаживаете так что вот опцию перзист я бы даже заказ закомментировал вот ой отсчитан вот значит здесь все осталось здесь все осталось и этот какой-то протокол SPF нужно вот тоже simple опять мы в него вписываем протокол опять мы в него вписываем что он экспорт ол потому что мы хотим чтобы вся информация которая мимо нас проходит вписалась в наш маршрутизатор что он начинал маршрутизировать сообразно ей вот ария опять-таки как я понял достаточно написать вот так вот так вот кажется это все так давайте попробуем все это запустить для начала посмотрим как заработает запускаем на базе да значит тут мы немножко забегаем вперед на наших виртуалках для запусков системных служб используется общая подсистема запуска которая называется systemd и запуск соответствующей службы устроен именно так вы говорите systemd и старт и соответствующая служба пока что это для нас волшебные слова мы будем говорить об этом там где будем говорить о прикладном уровне вот считайте что вот команда старт стартует соответствующую службу команда статус выводит статус следующая служба команда стоп ее останавливает вот мы говорим старт и вы им статус он говорит что все запущено хорошо вот давайте сходим к берду спросим какая у него конфигурация шоу роут вот он даже что-то выучил из ядра как видите можно говорить шоу роут вот так вот шоу роут вот вот это мы видим содержимое не ядерных таблиц а содержимое данных внутри сервера bird который сообразно вот этой настройки learn из kernel и import all по умолчанию всосал из нашего из нашего ядра не только локальные таблицы машетизации которые он бы всосал по-любому но и машут по умолчанию который он всосал потому что мы включили слово learn отлично теперь давайте включим bird на роутере давайте посмотрим не совершили мы каких-нибудь ошибок запустился ли он он запустился вот вот значит напоминаю как наша таблица машетизации выглядела до того как мы все это запустили о черт она уже выглядит по-другому видите разницу помните как выглядел таблица машетизации до того как мы запустили bird две нижние строчки поскольку мы только настроили локальную сеть и никак не настраивали машетизацию вот это нам приехало из bird что собственно здесь уже даже рассказано нам теперь эта машина роутер имеет маршрутизатор по умолчанию причем обратите внимание да и мы наверное даже можем сказать пинг а только только этот днс не настроен конечно днс надо настраивать руками днс за вас не настроить не будет но давайте попробуем сказать ping ping я точка ru 77 88 55 242 и она не заработает но обратите внимание она не заработает не так что не только за на чем да нетворк речи был только пинге не доходят как вы думаете почему не доходят пинге да я точка ru обратите внимание что они даже уходят смотрите вот давайте по пинга им яру вот они уходят а не кстати нет никаких пингов не уходят они а так значит что мы забыли сделать мы забыли превратить нашу машину бэйс бэйс маршрутизатор она не перекладывает пакеты из одного интерфейса в другой это можно сделать сиск тель нет айпи 4 айпи форвард точно не сделали этого так сделали значит теперь я вангую что уходящие пинки будут уходить а возвращаться не будут пробуем а вот теперь вот теперь он работает только не работает а что-то не вижу а вот вот он вот и на себе хори квеста вот они идут и квесты идут или квесты идут реплай не идут почему вопрос ко всем вот давайте посмотрим на текущую конфигурацию сети вот у нас есть машизатор по умолчанию 10 0 2 15 10 0 2 нет наш адрес внешний который в интернет смотрит 10 0 до 15 машизатор по умолчанию 10 0 2 2 мы на роутере проставили машизатором по умолчанию 10 20 31 не мы bird притащил эту настройку пакеты доходят они приходят через этаж 1 перекладываются в этаж 0 и уходят в никуда вопрос почему днс тут совершенно ни при чем мы шлем да вы хотите я сделаю вот так если вам если вас смущает днс мы можем же сделать вот так вот никакого днс вы не увидите вот пакет уходит на них и не возвращается да это проблема с нашей подсеткой она состоит в том что по всей видимости выход в интернет обеспечен только для хоста с айпишником 10 0 2 15 когда мы пересылаем пакет от хоста с айпишником 10 20 32 он именно в таком виде пытается выйти в интернет и естественно первый же машизатор который видит адрес из диапазона внутреннего просто никуда не машизировать такой пакет он даже до яндекс не доходит мы должны превратить вот этот трафик который идет с непонятной сетки с трафик который идет с понятной сетки а именно превратить его в адрес 10 0 2 15 здесь почему 10 0 2 15 потому что именно для 10 0 2 15 сам виртулбокс точнее вот этот не существующий хост 10 0 2 2 превращает этот 10 0 2 15 в какой-то адрес из интернет диапазона и там дальше уже все работает вот мы можем сами сделать то же самое мы можем включить трансляцию сетевых адресов на машине base чтобы все весь трафик который выходит из всех сетей к которым base подключена превращался в трафик который идет непосредственно с адреса 10 0 2 15 это делается с помощью еще одной настройки последний вот такой вот эта штука включает в межсвестивом экране трансляцию ip адресов при выходе пакета из интерфейса этаж 0 который опять адрес отправителя этого самого пакета будет подменяться на ip адрес привешенный к интерфейсу этаж 0 то бишь подменяться на 10 0 2 15 это над это он и есть при получении ответа на такой пакет система будет глядеть специальную таблицу какой адрес он заменил и заменить его обратно этим мы будем заниматься буквально на следующем занятии потому что это как раз происходит обычно на транспортном уровне вот над а сейчас мы просто это включим одной педаль ip tables тип таблицы над тип цепочки пост роутинг пост роутинг output интерфейс этаж 0 я сказал этаж 0 а ты что сказала джамп цепочка маскарад вот еще этап работает обратите внимание что ни одно из этих слов не написал до конца таб работает вот теперь пинг работает вот итак мы настроили на нашем машинке base доступ в интернет который превратился в три пункта настройка автоматическая настройка этаж 0 включение ip forward и включение нато трансляция сетевых адресов над это нетворк адрес транслейшн поэтому когда я говорю трансляция сетевых адресов именно это вот далее мы запустили на этой машине bird которому сказали давайте еще раз греб минус в нет греб вот так вот у нас ну вот мы запустили на этой машине bird которому сказали чтобы нам это ротер на безе давайте сначала греб не начало строчки не комментарий да, это регулярное выражение в регулярном выражении надо знать это очень-очень полезный инструмент для вот такого рода однострочных наколенных поделей вот только не резолфконф, конечно а бёрдконф вот значит вот что мы сказали мы сказали на бейзе втащи нам, пожалуйста, все маршруты включая маршрут по умолчанию поэтому сказали learn и сказали, чтобы экспортировать все эти маршруты по всей сети в интерфейс этаж 1 на роутере мы сказали то же самое только сказали по всей сети вообще экспортируйте маршрут я вангую, что если мы сейчас запустим бёрд на клиенте с теми же настройками то мы из такой таблицы получим настоящую таблицу с пересылкой давайте это сделаем что мы должны здесь включить персист надо выключить потому что он мешает learn не нужен это все не нужно вот надо просто включить SPF название тоже совершенно не важно на самом-то деле потому что оно никуда не идет да значит что мы должны мы скажем должен сказать area 0 в ней интерфейс этаж мне кажется что это все там даже экспорт не нужно сделать потому что мы никому не рассказываем маршрут не рассказываем а в ту сторону не надо ли бы делать маршруты нет не надо роутер ему рассказывать никому не рассказываем маршрут ничего нам не нужно нам нужно только всосать это да видите я не стал тут делать вот пробуем о какая-то ошибочка а какая ошибочка кстати надо исправить так так unit failed говорит а чему не понравилось а он поднимался и падал все время вот статую квест репитут куликами а что ему не понравилось непонятно давайте еще раз посмотрим что я сделал неправильно а тут довольно прихотливый синтаксис с точками запятыми о другое дело а по вот они все приехали маршруты сюда обратите внимание маршрут по умолчанию приехал от соседа через соседа вот на всякий случай приехал маршрут на сеть 1002 через соседа потому что он более определенный в принципе он нам не нужен но он приехал оттуда смотрите сейчас у нас пинг заработает через маршрутизатор не заработал а потому что мы маршрутизатор не настроили как маршрутизатор конечно конечно нет ip4 ip forwarding конечно какой маршрутизатор не комфтизатор вот теперь работает обратите внимание как у нас ходит пакет он сначала зашел на хост 104060.2 это наш роутер затем на хост 102031 это наш бейс затем на хост 10022 это не существующий этот самый маршрутизатор внутри виртулбокса ну а дальше пошел путешествовать по факультету вот и это что касается что касается таблиц маршрутизации между хостами вот что мы не сделали но что вы я думаю сделаете дома посмотрите запустите tcp dump перед тем как запустить этот самый bird посмотрите-ка из чего выглядит трафик обмена таблиц маршрутизации теперь значит тема номер два которая ну он три раза их посылает потому что мы помним с вами что трейс рот не показывает путь он показывает только как пакет шел как вот как он шел до первого попавшегося хопа потом до 2 попавшегося хопа обратите внимание что даже здесь время разные три разных пакет три пакета до одного и того же хопа шли разное время до дело в том что ethernet у нас сеть без гарантированного времени передачи это значит что время может быть какой угодно почему вот здесь вот две секунды стабильно здесь пару раз была одна секунда возможно в тот момент когда мы пробились вот сюда что-то в геометрии сети перестроилась из-то пакет стали ходить быстрее и другим путем фига знает да и ну короче идея в том что ethernet и все что сделано поверх ethernet это сеть без гарантированного времени доставки если измерять в миллисекундах а это миллисекунды что угодно может произойти мышка пробежала хвостиком махнула пакет упал и пришлось прислать новым значит вторая часть сегодняшнего трех частного разговора это часть мы пробежим очень бегом это обеспечение обеспечение глобальной связанности при помощи например протокол биджи пи который на самом деле очень сложный вот например одних только рфц одних только стандартов по тому как он должен работать вот такое количество надо сказать что протокол успев тоже непростой то но мы по крайней мере смогли что-то с ним сделать сообщество кто-то предлагает а дальше обсуждают а дальше утверждают или не утверждают это такой документ вполне себе это общественно вот а значит административно и это связано с тем что было бы очень удобно вообще-то иметь полную карту всего интернет только это очень много однако если укрупнить все административно если в этой карте интернета в одно такое облачко собрать все единицы которые все сети которые администрируются одним и тем же человек одним и тем же администратором и поэтому могут из себя анонсировать какую-то политику настройки таких вот облачков они называются автономными системами таких облачков становится ну порядка по нескольких сотен тысяч там 400 тысяч примерно 400 тысяч маршрутов а стоп маршрутов сетей таких меньше я соврал давайте посмотрим сколько их штук но сейчас их не очень много автономных сетей раньше их вообще был несколько тысяч но сейчас мысли вот 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 да но сейчас чуть помочь она неважно важно то что всех маршрутов порядка 400 тысяч на сегодняшний день вот может быть там это сведения устарели на год но примерно такого объема это значит что на достаточно мощной машине вы такую штуку развернуть можете да 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 вот таких вот красных именно вот это значит что наверное на одной к на одном компьютере можно развернуть штуку который будет делать full view то есть отражать с некоторой задержкой полное содержимое полное содержимое интернета можно вот вопрос то нужно ли почему это может быть не нужно представьте себе что вы держатель такой автономной системы и у вас ровно один канал к вашему интернет провайдеру который вам собственно эту систему в рамках которой вы собственно с ним коннекции по протоколу bgp поскольку у вас ровно один канал вам вообще и bgp то особо не нужен за исключением того что в нем вам будут сообщать ну условно говоря адрес того маршрутизатора окей предположим что у вас два интернет провайдера один дорогой быстрый ну быстро но дорогой а другой медленно дешевый это значит что часть трафика вы хотите перенаправлять по одному часть по другому вы у себя дома внутри вашей системы вот это решаете какой трафик через какого провайдера идет и с помощью bgp обеспечивайте связанность вот с этим самым провайдером при этом понятное дело что эти два провайдера тоже будут видеть что например через вас если вы транзитный трафик пропускаете через вас можно от одного до другого достучаться возможно быстрее чем то так они случаться друг для друга но скорее всего нет если вы обычный пользователь скорее всего транзитный трафик вы через себя тоже не пускаете если вы не пускаете через себя транзитный трафик если вы пускаете только отсылочный трафик и вы если не вы не если вы не являетесь каким-то к провайдером для кого-то другого вам не нужен никакой full view вам достаточно можно настроить БГП на соответствующем сетевом устройстве и забыть про это навсегда. FullView имеет только в том случае, если а. у вас сразу несколько автономных систем есть в доступе, штук, связанных с несколькими, б. вы пропускаете через себя транзитный трафик для этих сетях и пытаетесь как-то на этом заработать или выставить кого-то на деньги, ну, короче говоря, как-то сманипулировать качеством этого трактинга. Вот тогда вам нужно иметь FullView. Такие дела. Есть, ещё раз упомяну про курс, который называется «Сети для самых маленьких», написанный такими отъявленными, прям вот просто отбитыми сетевиками. Он очень интересный, за исключением того, что он почти никогда не про Linux, а про соответствующее сетевое оборудование, в основном Cisco. И соответствующая терминология и способ использования там немножко вот с этим уклоном. Тем не менее, там вот про БГП очень неплохо написано, вот вся вам туда. Мы же с вами займёмся ещё одной практической штукой, интересной, которая называется целевая маршрутизация. Так, для этого мы все наши клиентики поостанавливаем. Выпендриваться не буду, а буду делать так. Бейс. А нужно ли нам останавливать бейс? Давайте посмотрим на картинку, которую мы будем рисовать. Бейс нам, наверное, нужно, можно оставить. А это будет бейс 2, да? Да, бейс нам нужно оставить. Хорошо. Тогда роутер. И выключаем. Клиент. А клиент пусть будет. Нам только роутер, роутер нужно переделать, потому что у него будет больше интерфейсов. Ватс. Давайте так и сделаем. Значит, роутер нам, клиент нам оставил, а вот роутер у нас умер. Мы его сейчас вообще, вообще на регистр ему сделаем. Вот. Роутер. Что мы сейчас будем делать? В чём проблема табличной маршрутизации? Табличная маршрутизация – это маршрутизация по принципу получателя. В такую-то сеть мы маршрутизируем пакеты через такой-то маршрут. И никак иначе. Мы можем не захотеть такого. Мы можем захотеть, чтобы такую-то сеть, мы, допустим, маршрутизируем пакеты от такого-то класса наших абонентов сети, а от другого класса абонентов сети мы маршрутизируем пакеты через другую сеть. Ну, например, платный, бесплатный, ну, там, не знаю, как-то так. То есть принимать решение о маршрутизации не на основании destination, не на основании получателя, а на основании отправителя. Табличная маршрутизация простая, но это не готово. Мы помним, как работает табличная маршрутизация. У нас есть таблица, мы применяем сетевую маску к получателю, и на основании сетевой маски получателя выбираем, какой роутер нам использовать в качестве пересыльщика. Ну, или чуть более общее правило. У нас есть пакет, который мы хотим переслать, и мы хотим устроить маршрутизацию на основании свойств этого пакета, равных не только адресу получателя, но чему-то ещё. Что ещё может быть? Порт получателя или отправителя. Например, только HTTP и HTTPS мы будем маршрутизировать. Какой-нибудь интерфейс, например, такого интерфейса в одну сторону, а Сякова в другую сторону. Ну, в общем, какие-то свойства пакета изучить и на этом основании принимать решение маршрутизации. В Linux это можно сделать. Для этого используется ещё одна часть ядерного интерфейса, которая со стороны пользователя управляется утилитой IP-Rule. И, собственно, это Rule, это и есть правило, на основании которого мы будем выбирать таблицу маршрутизации не по умолчанию, а какую-то другую. Мы создадим несколько традиций маршрутизации, и в зависимости от правила будем выбирать для маршрутизации пакета другую таблицу. Что, собственно, мы сейчас и сделаем. Мы, значит, у нас есть сейчас два хоста из этих пяти. Это base и клиент. Сейчас мы создадим роутер, который присоединён к трем интернетам. Причём вот этот интернет, ну да, к трем машинам. Да, значит, давайте vb-snap сделаем у нас base2, который присоединён к сети int-net2. Вот. Вот это будет base2, а вот это будет int-net2. У обоих базов будет выход в интернет. У одного в один интернет, другого в другой интернет. У одного в жёлтенький интернет, другого в беленький. Сокращенец, извините, что не сразу увидел цитату, сокращенец иронизирует и говорит, что рассчитывать на стабильность микросекундных интервалов несколько оптимистично даже внутри одного компьютера, не говоря уже одной сети. Мало ли что там будет как работать, какие задержки, если это микросекунды. Ну вот, ну у нас миллисекунды, но в рамках сети это всё равно. Ну вот, значит, что мы делаем. Создали мы вот этот второй выход в интернет. Сейчас мы создадим роутер, который присоединён к ним всем. Int-net2 и dip-net. Да, вот их три. Int-net, int-net2, это этаж 1 и этаж 2. Дип-нет, это этаж 3 тогда уже. Вот. И создадим два клиента. А зачем нам два клиента? А, потому что у нас будет маршрутизация на основании не адреса получателя, а адреса отправителя. У нас IPA будет ходить через жёлтый интернет, IPB через, значит, белый. Два клиента. Обратите внимание, что эти оба клиента сидят на одной и той же сети. То есть у нас не физическое разделение сегментов, а у нас именно что принятие решения о машинтизации на основании адреса отправителя будет. Так, значит, клиент 2. Тот же самый dip-net. Вот пять машинок наших. Давайте их запускать и настраивать. Ну, сокращение замечает, что пинги внутри выртолбокса, естественно, даже меньше миллисекунды, но всё равно эти микросекунды там играют с возможными красками. Понятный взгляд. Так, значит, что мы хотим? Мы хотим присоединиться к Base2 и настроить там интернет. Что? Что-то у меня с логикой. Уже не первый раз мы путаем. Мои скрипты путают 23.03, 23.04, 23.05, 23.03. Ну, надо же, ну. Хорошо, 23.06. Надо подправить. Там какая-то ошибка в скриптах, он иногда дублирует IP-адреса. Хорошо. Значит, это второй выход в интернет. Сейчас мы настроим. Обратите внимание, что у Base2 у нас сеть int нет, одна у Base2 сеть int нет, а у Base2 другая. Еще один важный момент, об этом Алексей, кажется, вспоминал на одном из наших занятий. Важный момент стоит в следующем. Вы сейчас увидите, что у двух машин, у этих, будет абсолютно одинаковые настройки у Base и Base2. Смотрите. 10, 2, 15. Вот. И 10, 0, 10, 0, 2, 15, 10, 0, 2, 2 в качестве маршрута. Абсолютно такая же штука здесь. 10, 0, 2, 15 и 10, 0, 2, 2 в качестве маршрута. Почему не происходят проблемы? Потому что это вообще разные машины. Мы помним, что адреса класса 10 что-то можно сколько угодно раз выдавать. Вот эти две абсолютно разные сети. Вот эта сеть и вот эта сеть абсолютно разные. Почему бы не иметь на них абсолютно одинаковые IP-адреса вот здесь? Они все равно не имеют отношения друг к другу никакого. Но это не должно вас путать. Теперь, значит, роутер. Роутер у нас присоединен к трем сетям уже к трем. Инт нет, инт нет 2 и дип нет. Значит, надо настроить все три. Вот. Значит, еще где-то клиент 2 должен быть. Давайте клиент 2 тоже запустим. То, что... Так, роутер. Значит, в роутере у нас три интерфейса, да? Соответственно, где у нас БС-2? Как мы настроили БС-2 внутренний интерфейс? А не как, да? 10, 20, 30. Ну, давайте сейчас. Нет же. А, нету. Ладно. IP-адр ад 10 Ну, как мы его назовем БС-2? 22, 32, 1, 24. Дев этаж 1. этаж 1. Так. Теперь роутер. Роутер у нас имеет 3 интерфейса. еще давайте здесь сразу маршрутизацию настроим. sys-ktl ip нет, нет, ip ip forward равняется единице. Так. Шикарно. Роутер. Что там, к чему присоединено? Первый это int-нет просто, второй int-нет-2, третий dip нет. А, это можно отсюда. Ну, ладно. ip add add 10 20 32 слэш 24 дев этаж 1. 10 22 32 2 дев этаж 2. И 10 40 60 да, у нас обычно. 60 этаж 3. Так, пробуем. Apps работает. Работает. Очень хорошо. Клиент. Клиент один должен все еще работать. Только он перестал работать тогда, потому что мы остановили этот самый, ну, так-то он будет работать. работает. Да, 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 да. Работает. А, два. Мы не настроили на роутере. Вроде настроили. Так, а почему не работает клиент? Давайте попробуем. Может, я себя переню, это самое. Так. Вот вроде все должны нормально быть. Давайте еще раз посмотрим. 10 10 40 62 Клиент 10 40 61 Что я сделал неправильно? Роутеори, этаж 3, это дипнет. Клиент, например, просто. И этаж 3, это дипнет. И этаж 1, это дипнет. Да? Давайте проверять. Клиент просто. И этаж 1. Дипнет, активный. О, заработал. А что я делал не так? Ну, не знаю. Заработал, заработал. И пи, сейчас, ап. И пи, и пиадр, ад. 10 40 60 Ну, скажем, 100. Давайте даже 200. Дипнет, этаж 1. Да, по идее, тоже должен заработать сразу пинг. 10 40 61 Вот он работает. 2 Работает. Вот. Значит, все эти 3 машинки. Клиент 1, клиент 2. Вот они. Клиент 1, клиент 2. Роутер друг друга видит. Если сейчас построить таблицу по... Можно даже добавить им морфтизатор по умолчанию. Руками. Road Add Default 10 62, да? Via Via Вот. И то же самое в клиент 1. Вот он. И тогда у нас даже какой-нибудь трейс-рут должен работать уже опять. Не работает. А, морфтизатору надо включить в морфтизацию, да? Морфтизацию. Да, морфтизацию надо включить в морфтизацию. Sysktl. Нет. IP. IP forward. Да, мы не включили морфтизатору морфтизацию. Вот теперь должно заработать. Ой. А, ему тоже надо руками добавить маршрут. Он-то не знает, куда пересылать. IP road. Так-то мы всё... Вот что мы сделали. В прошлый раз мы воспользовались бёрдом, бёрд всё сам настроил. Теперь мы всё руками делаем. Всё время я забываю, да. Via, что там? 10, 20, 31. Вот. Сейчас у нас, по идее, настроенная сеть, в которой... Ну что тебе ещё? Ну ладно тебе, давай, работай. Ладно. А, я забыл сказать, что когда мы настроили экспорт в нашем бёрде, то и сюда, на бейс, к нам приехал маршрут на сеть 1040-60. Помните? А здесь его сейчас нету. Безобразие. Это у нас бейс, соответственно, 32. И такую же штуку надо сделать... Просто пакеты не доходят, иначе. Вот. Такую же штуку надо сделать здесь, только здесь 22, 32. Да. Так. О, заработало. Вот. Но это не то, что я хотел. Сейчас у нас всё ходит через условно жёлтенький интернет, вот сюда, через бейс-1. А через бейс-2 не ходит ничего. Вот эта настройка нашей площадки начинается, собственно, с этого места. Сейчас мы настраивали только, ну, базовую всю штуку. Давайте ещё раз посмотрим, что отсюда пинги тоже ходят. Вот. Вот. Теперь что мы будем делать? Теперь мы будем настраивать на нашем маршрутизаторе, вот здесь, на роутере, целевую маршрутизацию, то есть принятие решения о пересылке пакета на основании адреса отправителя. В результате мы должны прийти к конфигурации, что от IPA пакетик ходит через жёлтый интернет, а IPB через белый. Вот. Что для этого делается? Для этого мы добавим другую, другую таблицу маршрутизации в списке, к списку ещё и уже имеющихся. IP, сейчас. Я хочу посмотреть, как список всех таблиц показать. Или они тут где-то писали, IP. Может, тут написано где-нибудь? Как список таблиц найти. IP, это команда, которая... Ну, там сейчас ничего... А-а-а. Ну, не совсем, да. Я хотел бы посмотреть, как вообще есть таблиц. Мы же вам создать таблицу и не сделать под неё правила. И где она тогда будет, непонятно. Ну, ладно. Хорошо. Неважно. Сейчас мы создадим новую таблицу, в которой мы напишем default root не через 10, 20, 31, а у нас есть ещё 10, 20, 30, 10, 22, 32, 1. Да? Но запишем эту какую-то другую таблицу. Как это делается? О. IP root от default. Вот. Via 10, 22, 32. Но таблица будет другого номера. Table, ну, скажем, 22. Это неважно. Теперь у нас командачка IP root покажет содержимое таблицы main. А вот если мы скажем IP root show table 22, она покажет содержимое таблицы 22. Вот она. Теперь мы напишем правило, согласно которому некоторые пакеты будут маршрутизироваться не с точки зрения таблицы маршрутизации по умолчанию, а с точки зрения таблицы маршрутизации номер 22. Этому служит командачка IP root, с которому надо сказать что-нибудь такое. Ну, вот, например, api root add destination port 80. Table. Table, да. Table 22. Теперь правило маршрутизации у нас выглядит так. Значит, во-первых, посмотреть, не локальна ли это сеть. Помните таблицу local, в которой советы капитана очевидность перечислены. Во-вторых, это наиболее приоритетное правило после правила номер 0. Если в пакете TCP-шном 80-й порт, порт назначения, значит, нам надо маршрутизировать с помощью таблицы номер 22. Вот этой. В-третьих, если всё остальное, то с помощью обычной таблицы. Вот этой. Ну, ещё есть некая дефолтная таблица, она кажется пустая, я не помню, что с ней делать, я вообще не помню, что, знаете, кажется, это типа выбрасывать пакеты, которые не получились, не выбрасывать, не знаю. Вот. Давайте проверим, что трафик на 80-й порт теперь идёт не через 21, не через Base, а через Base 2. Сейчас давайте попробуем какой-нибудь, какой-нибудь, как бы это проверить. Да хоть, не знаю, трейс пас TCP, не умеет тспасть TCP, да? О, TCP, кажется, умеет. Так, пробуем с Base 2 и Trace Road. Чего мы там пинг пытались сделать? Нет. Секунду. Вот этому адресу Trace Road сделаем с Base 2. Теперь попробуем минус T 80. Чего? Я что-то не так написал. Да, похоже, что порт это отдельная опция. Минус P, маленькая, да? Ой! Кто-то меня обманул. Мне это не нравится. Мне кто-то на SIN ответил прям сразу. Какой-то фаерволюще чёртова. Хорошо, ну господи. Это же всё просто решается. Давайте посмотрим на роутере через какой интерфейс всё это идёт. Даже не на роутере. Посмотрим на Base 2. Есть там трафик или нет? Клиент 2. так. Что-то он тупит. То есть, всё работает, только не возвращается обратно. Смотрите, так-то он работает, а вот так он бип. Смотрите, вот чем отличается. Если мы производим трейс-рот, пытаясь сделать вместо ICMP-пакета посылается син на 80-й порт вот этого адреса, то обратите внимание, следующий хоп 22-32-1. Вот если мы сделаем 81-й порт, то если хоп будет 30-10-2, а здесь вот так. А, кстати, я знаю, в чем дело. Я думаю, что я бы из-2 не настроил морфитизацию. Нет, настроил. Ну, вроде все нормально. Ну, ладно. В общем, чуть-чуть как это, чуть-чуть не удалась идея, потому что он как-то зависает тут. Смотрите. Я бы на его месте не зависал. Давайте посмотрим, а ниткат-то работает? Такое ощущение, что не работает. Обидно? Что-то я, значит, недонастроил. Сейчас посмотрим, время есть? Есть еще время. Давайте с клиентом попробуем. А, нифига подобно, он тоже не работает. Что там нужно написать неткату? Gethtp слэш 1, кто помнит? Никто не помнит. 1.1 слэш 1.1 и потом еще слэш. А, и все. Да, 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 да. Он должен мне хотя бы вернуть какую-нибудь ругань. Давайте проверим. get 1.1 А, да, 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 да. Get http slash 1.1 Вот так. Get что? Get слэш http slash 1.1 Не хочет. Так, ну давайте проверим последний раз вот откуда-нибудь отсюда. Забыли. Забыли. Конечно. Сейчас. Мы, в общем, везде его, кажется, забыли сделать. Как видите, довольно сложно все сразу. Нет, есть, это на base есть маскарад. А на base 2 нету, да? Base 2. Так. Мне не нравится, что вот тут он не работает все равно. Он принимает, но почему-то не жрет. О, работает на клиенте. Хорошо, клиент 2. О, работает. Шикарно. Шикарно. Теперь давайте посмотрим, собственно, через кого он ходил. да? Так, speeddump минус этаж 0. Что там? Pink. Я где-то pink запустил. Где я запустил pink? А, нет, это не pink, это rp. Вот. Вот у нас base. да. Вот у нас base 2. Делаем операцию через подключаемся на 80-й порт к сайту yaru. Он нам выводит ерунду. Смотрим, в base активности не было. Вот она, активность base 2. Значит, наш маршрутизатор перенаправил подключение на 80-й порт к через base 2. Теперь у нас весь хттп трафик ходит через base 2, а весь остальной трафик ходит через base 1. Вот. Значит, это была маршрутизация целевая по порту. Это мы сделали второй вариант. Да? Это была адрес по порту маршрутизация. А теперь можем сделать маршрутизацию по адресу отправителя. Для этого у нас есть два разных клиента. Клиент 1 и клиент 2. Давайте сделаем по адресу отправителя. На роутере тогда мы удаляем вот это правило с destination портом. Вот. Можно, кстати, это удалить. Да. Вот. И давайте сделаем какую-нибудь табличку под номер 44 и скажем, что у нее сейчас табличку 22 менять не нужно. Нам только правила нужно поменять. В табличке 22 написано черным по белому уфтизировать эти пакеты через 10, 22, 32, 1. Отлично. Какие эти? Очень хорошо. У нас было правило через 80-й порт, а давайте мы теперь сделаем не так. Ad from from на основании адреса отправителя from 10 40 60 200, по-моему, да? Ну-ка. 200? 200. Вот. По нарутере. Ну и да, table 22. VIO только. А нет, всё, да, вот. Вот, это второй вариант табличной маршрутизации, да, вот он. Теперь у нас вообще весь трафик с 10 40 60 200 будет ходить так, как сказано в таблице 22, то бишь через base 2, а весь остальной трафик будет ходить через base 1. Давайте проверим. вот, например, пинги пойдут. Пинги идут. Через что они идут? Не через base 1, а через base 2. останавливаем. Пингаем с клиента, который не участвует в, с клиента 1, который не участвует в нашей таблице маршрутизации. вот у нас 60-200 перенаправлен, а вот этот 61 не перенаправлен. 61. Попробуем отсюда попингать. Пинги через base 2 не идут. Пинги через base 1, вот они. вот у нас значит табличная, не табличная, а муштизация по соответствию с правилами. Вот. Муштизация в соответствии с правилами, которая в зависимости от адреса отправителя перенаправляет его в один интернет или в другой. Вот мы посмотрели два этих варианта. Сначала второй, потом первый, но я надеюсь, вы разобрались. если почитать IP-руля документацию, там будет много всякого интересного. From to Firewall Mark мы можем раскрасить некоторые пакеты с помощью межшестевого экрана в определенный цвет и дальше этот цвет использовать. Все пакеты покрашены Firewallом, я не знаю, что он там Firewall в них, как он красил, но все, которые покрашены в красненький, пожалуйста, через другую табличку. Через какой интерфейс пакет получен, через какой интерфейс пакет будет отсылаться, какой протокол уровня IP там используется. Source, Port, Destination, Port и даже идентификатор туннеля. Я не знаю, что это такое, но видимо, это к команде IP-Tune имеет отношение. Мы про туннели, кстати, тоже будем говорить. У нас будет лекция про туннель. Вот, то есть, как видите, вам даже не нужно лезть на уровень межсетевого экрана, у нас будет примитивная такая одна лекция про межсетевые экраны, вам не нужно лезть на уровень межсетевого экрана, если вам всего лишь нужно принять достаточно простое решение о межсетевом данного пакета. Вам можно воспользоваться все той же табличной межсетевом, межсетевого экрана, но сделать несколько таблиц и правила IP-ROOL, которая выбирает таблицу в соответствии со свойствами пакета. Я уже, видимо, говорил, что приоритеты рассматриваются сверху вниз, и если в какой-то из таблиц принято решение от межсетевого экрана, то просмотр заканчивается. В частности, если ваш хост лежит непосредственно в локальной сети, то есть в сегменте в среде передачи данных, который подключен в ваш интерфейс, то сработает муштизация через правила LOCAL, через таблицу LOCAL. Вот. Вот. Но это, в общем, и так понятно. Дальше, если у вас вот это вот правило целевое, и оно будет более приоритетным, если оно не сработало, то есть если вот этот фильтр не сработал, то будет выбрано правило следующее, то есть практически любой пакет будет просмотрен через таблицу моей таблицы, моей это ваша основная. Примерно такой алгоритм. Этих таблиц можно сдавать сколько угодно. Кстати, BERT, который мы с вами настраивали, умеет записывать результаты, помните, там есть KernelSync, давайте мы даже прям посмотрим в эту настройку, которую, кстати, мы удалили, но это неважно. Вот тут вот в разделе Kernel можно сказать KernelTable номер столько, ты догадайся, что это за номер. Это та самая таблица целевой маршрутизации, номер какая-то в ядре. То есть вы можете настроить BERT таким образом, чтобы он синхронизовался с ядром, но не с основной таблицей, а вот с такой-то, вот какой-то, да, и дальше с ней какие-то специальные правила. В общем, много всякого можно наизвращаться. Такие дела. Значит, домашнего задания оно будет, я его еще не сформулировал. Дело в том, что в прошлом семестре настройка BERT не было в этой лекции. Я думаю, что будет какой-то извод целевой маршрутизации и прокидывание динамических маршрутов с помощью BERT с хоста на хвост. Просто если делать все это объединять в одну кучу, то получится слишком сложно. Я хочу несколько упростить тот вид домашнего задания, который был год назад. Вот. Это, кажется, все, что я хотел сказать. Давайте я покажу, какое было год назад домашнее задание. вы поймете, почему я не хотел этого делать в этом году. Вац. А вы пока думайте над вопросами. Вот какое было домашнее задание в прошлом году. Вац. Нет, как видите, одно одновременно, то есть, видите, там одновременно в разные стороны. В 80-е туда. Ну, короче, удвоение того, что мы делали на лекции. Фактически. Вот такое домашнее было в прошлом году. Мне кажется, это оверкил. Мне кажется, достаточно одного такого, одного такого и настройка Берда везде. Вот примерно так будет. Ну вот. Никто не придумал вопросов. с помощью кнопочки приорити. Там где-то даже я пис... В этой копипасте сегодняшнее это было. сейчас давайте. Вот. То есть, вы можете собственную какую-то арифметику приоритетов выдумать, чтобы можно было там вставлять после, вставлять перед. По умолчанию оно как бы накладывается сверху. То есть, когда мы настраивали эти приоритеты, они просто уменьшались на единичку. Ну, в смысле, увеличивались. Но в принципе вы можете вручную задать этот номер. Вот. Всё. Значит, в следующий раз у нас с вами мы переходим на уровень уже TCP, на уровень транспортный. Вот. Я боюсь соврать. Нет. Трансляция адресов у нас через одну лекцию. В следующий раз мы просто разбираем, что такое TCP, что такое UDP, как работает NITCAT наконец-то, как работает SOCAT страшный и ужасный. Вот это вот всё. Ну и вот дальше у нас уже будет транспортный уровень. В смысле, дальше уже будет НАТО. Ну и так дальше. Вот. Если нет вопросов, вот, если нет вопросов, то тогда мы удивительным образом уложились прям вот тютелька в тютельку в наше время. Вот. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok